Приветствую, друзья! Вот интересно, когда пытаешься словами сказать, ну, например, как мыслить без страха, без комплексов, без шаблонов. Вот когда говоришь это словами, ну, человек, может быть, думает, а как это без шаблонов мыслить? Как это может быть? Ну, как это может быть? Ну, как это логически можно объяснить? Ну, трудно это логически объяснить. А вот если ему напомнить, например, пример, вот ты, например, как-нибудь сидишь, задумался, и мы сегодня текут как облака, и ты о чём-то там думаешь, и там о чём-то фантазируешь, представляешь себе, что ты с кем-то разговариваешь, и как ты отвечаешь на вопросы и так далее, вот на каком-то таком-другом состоянии. И ты вдруг, оказывается, потом узнаёшь, что там как раз у тебя не было страхов у шаблонов, ты как раз мыслил естественно для себя, свободно. Да, обычно, когда ты нервничаешь, у тебя сразу напряжение повышается, и ты начинаешь думать, а какие слова правильно сказать, какие примеры, а вот то состояние другое, его логически невозможно объяснить. Это надо просто напомнить о примерах, которые вызовут эти ассоциации в памяти, и тогда понятно, что значит мыслить без страхов и шаблонов. И вот я хочу сказать это на другом примере, например. Вот вы сидите, и всё понимаете, всё знаете, как вы завтра будете говорить с кем-то, вот без всяких шаблонов, представляете, что он вам скажет, и как вы ответите. Да, ну, задумались вот так вот. А потом вдруг наступает этот момент, когда вы сидите перед ним, теперь надо вам говорить, и теперь вы напрягаетесь. Это то же самое, как перед камерой или фотоаппаратом. Вы, например, в очень хорошем расположении духа, в таком хорошем настроении, мысли свободны, вы такие свободны, и в этот момент на вас наставляет камера. И вы сразу вот так вот собираетесь, и начинаете делать лицо. Естественно, мысли сразу улетают, как их собрать сейчас, как их собрать, и вот они говорят, будь естественным. Ну, ну, сядь свободно, ну, ты же только сейчас сидел свободно, а что это перед камерой сразу выстроился? Ну, сделайся опять свободной, улыбнись, и тебя начинают регулировать, чтобы ты стал опять свободной. А ты никак не можешь попасть к ним. Ну, ты же был только пять минут назад свободной, что ты вдруг перед камерой так вдруг изменился? Ну, вот это же вот интересно, почему так происходит? А как вы думаете? Почему, когда вы задумались, вы, естественно, думаете, у вас спонтанно происходят какие-то озарения, решения приходят? А когда надо специально сделать по заказу, когда есть ответственность, сразу возникает напряжение. А как только повышается напряжение, тут же ломается естественный ход событий в картине ваших представлений. Ну, как вы думаете, почему это происходит? Если вы сейчас озаботитесь этим вопросом, повспоминаете себя несколько раз, когда вы думали естественно, без страхов, шаблонов мышления, а потом вдруг начали думать, как же правильно думать, когда вы несколько раз посопоставляете в своем опыте и вспомните, и вы лучше поймете моего вопроса. А сам этот процесс, а сам сейчас этот диалог между мной и вами поможет вам в большем количестве случаев думать естественно, без страха и без шаблонов. То есть творческий. До встречи, друзья!